Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как идет подготовка к юбилейному форуму Иволга 2017? Что за проекты представлены на форуме и каков его политический сегмент? Об этом говорим сегодня в нашей студии директор молодежного форума Приволжского федерального округа Иволга 2017 Кристина Попова и руководитель смены политика Максим Гнатюк. Мы в прямом эфире. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Надеемся, что будут вопросы. Хотя, как мне кажется, на сегодняшний момент уже все практически должно быть готово. И участники о своих проектах уже заявили и даже уже их практически все оценили, да? Не совсем. Вот на данный момент что происходит? На данный момент у нас остаются считанные дни до форума. Вся дирекция, организаторы уже одной ногой на поляне. Так. 29 мая уже заехала группа, которая готовит инфраструктуру форума, выстраивает палаточные лагеря для участников, обеспечивает жилую зону для участников, выстраивают шатры образовательные и для иных служб. Что касается участников, то в настоящее время они уже потихоньку собирают вещи. Все участники проинформированы, кто прошел конкурсный отбор. Ну и, соответственно, готовятся получать самые яркие впечатления лета 2017 года. А скажите, пожалуйста, сколько участников будет в этом году? Ведь это же юбилейный форум, наверное, расширится круг и участников, и гостей. Так это или нет? В этом году участниками форума у нас является 2000 человек. Они представляют у нас 14 субъектов Приволжского федерального округа в рамках 8 российских смен. В рамках одной российской федеральной смены инновации и экологии к нам приедут 100 человек. Это представители субъектов, которые не входят в состав Приволжского федерального округа. И также у нас с 2014 года форум приобрел международный статус. Традиционно к нам приедут представители иных государств. О количестве 60 человек. В этом году, вот даже записала себе, на сегодняшний день подтверждено участие 52 человек, которые представляют страны. Китайская народная республика, Франция, Сербия, Ганна, Индия, Бразилия, Молдова, Черногория, Британия, Латвия, Македония, Украина, Албания, Германия, Хорватия и Бельгия. То есть в этом году у нас очень расширенная география. И что отличительной особенностью является в этом году, если раньше международные представители, они были автономны и обособлены на площадке, то в этом году они полностью интегрированы в российский форум. То есть они будут проходить такую же российскую программу, перемешиваться с участниками, обмениваться опытом, традициями. Такой будет полноценный форум. Да, очень много стран, очень интересно. Скажите, Максим, а смена политика, она федеральная, международная или наша, региональная? Нет, смена политика, она является региональной, но тем не менее смена политика в этом году является самой популярной сменой среди всего форума. А как вы так вычислили? Очень просто. Количество зарегистрированных ребят, больше чем 3000 ребят подали заявку на смену политика, и только 180 человек прошли. А чем объяснить такой интерес, если вы заявляете об этом, что это самое такое интересное для молодежи сменой темы? В этом году смена политика представляет три направления. Это государственно-национальная политика, это избирательный процесс и молодежное самоуправление. Вот именно такой подход позволил как можно больше ребят вовлечивать в процессы, которым интересна данная тематика. А что интересного в проектах, которые предлагают молодежь по этой теме? Что-то новое, какие-то ноу-хау в политическом видении ситуации или прорабатывание каких-то проблем и еще чего-то есть? Огромное количество проектов. То есть каждый участник – это 180 индивидуальных проектов. А о чем они? Самая различная тематика – это повышение электоральной активности молодежи самыми разными способами. Как это сделать? Конечно. Потому что, например, Самара тем же проектом «Выборы селфи» в принципе вошла в историю современных политических технологий. И ребята не останавливаются, они предлагают, как докрутить что-то, как усовершенствовать. В области национальной политики это сейчас сверхинтересно. Тем более наш округ, форум же окружной, является самым многонациональным. Отсюда есть определенные сложности в рамках сейчас мировых процессов, которые идут. И ребята небезразличны все это. Да, вот интересно. Кристина, а на втором месте кто? На третьем по интересам какие-то смены. На втором месте у нас «Спортивная молодежь. Здоровая нация». На третьем месте у нас «Федеральная смена. Инновации. Экология». У нас в этом году вся численность смены примерно от 180 до 230 человек. И вот федеральная смена, у нее численность 400 человек, самая многочисленная, которую соберет, конечно, представители всех субъектов Российской Федерации. Что касается самого конкурсного отбора. У нас с 1 марта стартовал конкурсный отбор, который закончился 18 мая. И в этом году 12 тысяч человек подали свои заявки на участие в форуме. По сравнению с цифрой прошлого года, в прошлом году 6744 человека было зарегистрировано. Конечно же, такой ажиотаж практически в два раза возросли показатели. Связано это, наверное, и с тем, что форум юбилейный. Связано это и с тем, что в этом году в каждом регионе Приволжского федерального округа была создана своя команда дирекции, такие региональные представители дирекции. Ну и, конечно же, с интересной обновленной образовательной программой нашего форума. Будут и гости, будут и эксперты. Ну давайте по порядку. Раз форум юбилейный, значит, будут, наверное, ну как мы говорим, вип-гости, которые всем интересны и подтверждают статус этого мероприятия. Уже известны, конечно, их имена. Мы бы, конечно, не хотели полностью приоткрывать завесу тайны. Но, к слову, скажу, что в этом году нас посетят губернаторы субъектов Приволжского федерального округа. Не все 14, но 4 точно подтвердили участие. Нас подтвердят традиционно в рамках смены политика депутаты Государственной Думы, члены Общественной Палаты Российской Федерации. А кроме этого, такая небольшая открытая завеса тайны, приедет Скворцов Вероника Игоревна, министр здравоохранения Российской Федерации, Азаров Дмитрий Игоревич, все мы его прекрасно знаем. Приедет Тина Бережная, Шаманов Владимир Анатольевич, председатель комитета по оборудованию. Да, то, что министр приедет, это, конечно... Ну и, конечно же, олимпийские чемпионы, заслуженный тренер Российской Федерации и бизнес-тренеры, известные спикеры. А вам лично какая смена наиболее интересна? Вот бывает же, ну все интересно, кажется, а вот это вот я люблю и интересуюсь больше всего. Учитывая, что с 2013 года по 2016 год я была руководителем спортивной смены, поэтому, конечно же, основной интерес, это, конечно, с моей стороны, к спортивной смене. А расскажите, вот в чем бонусы, да, вот спортивная смена, казалось бы, все просто, вот спортсмен, он должен спортом заниматься, а вот форум тут, как может помочь в продвижении спортсмены, или как-то, я не знаю, вот в чем плюс? Форум знакомит с новейшими методиками. Вот если мы берем смену спортивной молодежи «Здоровая нация», каждый человек, который приезжает на форум, он получает инструментарий. Каким образом заниматься ему? Физическая культура и спорта. Во время форума ребята вместе с экспертами разрабатывают свою программу, программу тренировок, программу питания, общаются с экспертами, заряжаются эмоциями. Ведь форум, это основное, это его атмосфера, которую создают как участники, так и почетные гости, наши спикеры. Вот для чего все едут к нам на поляну. Понятно. Максим, расскажите, пожалуйста, как эксперты отбирают лучшие проекты, чтобы потом их выдвинуть на статус победителя? Как все это происходит? Какие эксперты? Это уже политики, да, которые уже имеют свой опыт? Это эксперты, это практикующие люди в проектной деятельности. Среди вот этого огромного количества заявок, три эксперта, это не только самарские специалисты. Всего три и рассматривают все-все-все заявки. И рассматривают все заявки. И проставляли баллы по критерию, согласно положению конвейера проекта. Ну это предварительный этап. Первый для того, чтобы отобрать 180 человек. Уже непосредственно на площадке проведения форума, также ребята вновь регистрируют свои проекты, дорабатывают с экспертами свои проекты и уже представляют экспертной комиссии вновь свои проекты. Всего два этапа на форуме. Региональный и финальный этап. В региональном этапе участвуют все желающие. На федеральный этап, соответственно, выходит 20-30% от смены. И уже в завершение 5 человек получают грантовые средства на реализацию своего проекта. Это 5 человек в каждой смене. Скажите, пожалуйста, авторы проекта, они хотят, конечно, этот проект реализовать. Вот эти гранты, они помогут, позволят им все-таки реализовать? Или это какая-то начальная ступень всего лишь? Конечно. Мы ежегодно мониторим эффективность реализации проектов. И действительно, коэффициент полезного действия от грантовых средств есть. 13 человек только с Самарской области по результатам получения грантовых средств создали свое предприятие. Коммерческую деятельность ведут до сих пор. Соответственно, результаты есть. Да. Интересно. Я хочу напомнить телезрителям, что мы в прямом эфире. Если кто-то из вас участвовал в Иволге в последние 4 года, звоните, делитесь своими впечатлениями, рассказывайте, будете ли принимать участие в этом году. Вот такая интересная система, что только участники. И нет ни зрителей, ни заинтересованных в каких-то темах, сменах людей. Вот почему так выстроено? И насколько это все обосновано и правильно, на ваш взгляд? Или, может быть, можно было пригласить как можно больше народу, молодежи, чтобы еще более массовое это было мероприятие? К слову, мы думали над тем, каким образом привлечь максимальное количество людей к участию в форуме, учитывая, что у нас все-таки бюджет ограниченный, и 2000 человек мы можем расселить и им предоставить образовательную программу. В этом году при поддержке главного федерального инспектора по Самарской области Сергея Яковлевича Бана был разработан новый информационный ресурс. У нас теперь новый сайт форума и волгафорум.ру. И весь тот уникальный контент, который у нас получается благодаря участию экспертов, почетных гостей, мы будем транслировать в онлайн-режиме с нашего сайта. И любой желающий может почувствовать себя зрителем, участником форума, только перейдя по ссылке волгафорум.ру. Да, вот это очень, на мой взгляд, правильно, потому что, конечно, ну, самая важная задача любого мероприятия, тем более такого масштаба, чтобы привлечь как можно больше и зрителей, и участников, и гостей, и так далее. В этом году созданы условия. Кстати, когда встречалась в прошлом году тоже с представителями форума, тоже задавала этот вопрос, я не понимала, ну почему же вот такой лимит. Вот, и вот, видите, ситуация исправилась, что меня очень порадовало. Что касается, вот вы говорите, образовательная программа, образовательная программа, вот что все-таки узнают участники, при помощи каких экспертов, как все это организовано, вот это образование, обучение на форуме, какие возможности повысить планку своего именно в образовательном статусе? На форуме 10 смен у нас реализуются. Сучастник приезжает на форум, и в течение 8 дней проходит образовательную программу, 4 пары в день. Но подход у нас все же практикоориентированный. Это не просто, что человек приходит в шатер и сидит полтора часа, смотрит на эксперта, очередная лекция, как в институте. Нет. В основном это живое общение с экспертами. Если это смена спортивной молодежи, то это сразу спортивная практика. Ребята выполняют физические упражнения, соревнования, устраивают и так далее. Если это технические смены, у нас также на форуме представлен технопарк, также на форуме представлена выставка инноваций. Ребята также получают возможность уже в практике применить полученные знания. Собственно, все. Снова, если мы продолжаем, что смена политика. На протяжении всей смены будут организованы выборы внутри форума. Мы будем выбирать молодежного посла к чемпионату мира. Вот уже практическое и решительное направление, и вы отработаете схему, да, приметения выборов? То есть ребятам до обеда дают определенные технологии, а уже вечером совместно с другими сменами они будут практиковаться и эти политические технологии отрабатывать. Очень много будет интересных межсменных вопросов. Например, есть же смена, где ребята «Медиаволна», они снимают различные ролики. Вот здесь будет очень интересно, прямо в полевых условиях они будут создавать предвыборную агитацию, взаимодействовать друг с другом. Те ребята, которые в направлении избирательного процесса, они будут, собственно, организовывать непосредственно эти выборы. Поэтому здесь практика, практика. Да. Ну, конечно, агитация в полевых условиях, предвыборная звучит интригующе. То, что касается новых технологий выборных, вот ходят разговоры, что можно, может быть, организовать через интернет голосование, чтобы люди не ходили, не тратили свое время. Поступают такие предложения тоже? Потому что мы живем в таком мире, который вот сегодня так, а завтра уже совершенно все другое. Не просто поступают даже такие предложения. У ребят будет возможность, будет организована дискуссия, в том числе на эту тему. И сейчас мы не будем совсем всех гостей рассказывать, да, но это не только избирком наш Самарский. У нас ожидаются представители Центральной избирательной комиссии. То есть те органы, которые влияют на реальное решение этих всех моментов, у ребят будет возможность обсудить и предлагать свои разные самые моменты. Вот как раз технологии, потому что все равно это будущее, да, но никуда мы от этого не уйдем. Просто действительно молодежь, наверное, и поможет вот это правильно все организовать и сформулировать вот в проектах. И потом уже... Ну, у нас на форуме, к слову, внедрена такая новая технология проведения выборов. У нас участник, у каждого участника есть бейдж, на котором расположен QR-код. И чтобы получить избирательную бюллетень, а в прошлом году у нас уже прошли такие выборы, мы, правда, выбирали посла молодежного форума Иволга 2016 года. И участник для того, чтобы получить бюллетень, передавал не паспорт, а считывался QR-код его. Он отображался в базе, да, и, соответственно, человек получал бюллетень, шел голосовать. Да, вот это да. Уже внедрено. Я думала, что это дело будущего, оттуда вы уже, оказывается, опробовали. Что касается такой серьезной важной темы, как безопасность. Вот даже вот люди молодые, да, все равно приедут. Вот и родители будут волноваться. Вот поехал молодой человек туда на неделю или на сколько? Десять дней. Тем более на десять дней, да. И как он там, что там? Наше время – это все-таки тревожная тема. Вы, как директор, что можете по этому поводу сообщить? У нас традиционно. Во-первых, территория форума, она огорожена. Во-вторых, у нас есть контрольно-пропускные пункты. Постоянно, на протяжении всего дня, 24 часа в сутки, по форуму происходит патрулирование группы контроля. 30 человек. У нас есть полиция, есть спасатели, группы быстрого реагирования. То есть каждый человек на форуме может спать спокойно, потому что действительно он защищен. Я добавлю. Вот Кристина уже сказала. 14 первых лиц региона приедет. Приворского федерального округа. Я думаю, что поляна – это будет самое безопасное место, в принципе, в Приворском федеральном округе во время проведения. Дополнительные силы подключиться к отрани. Если такое количество, конечно, вип-гостей будет присутствовать. Здесь только всех задействовано. И что касается питания, ну вот таких других, все это организовано, да? Конечно. У нас участники приезжают на форум. С собой не надо вести. С собой ничего не надо вести. Все предоставляется организаторами форума бесплатно. То есть все участие в форуме бесплатно. Участники живут в группах, так называемых отрядах, по 25 человек. Для каждой такой 25-ки, как мы ее называем. Организаторами форума предоставляются палатки, у нас палаточный лагерь, столы, предоставляются лавки, а также костровое место. В том числе участникам обеспечивается трехразовое горячее питание. Да, вот костровое место меня тоже заинтриговало. Место у костра погреться или что? Что это такое? Ну, участники вечером у нас любят попеть песни у костра, провести свечки. Чтобы гарантированно было, что у него уже место есть. Да, поэтому совместно со специальными службами мы, конечно, обеспечиваем эти места, чтобы они были максимально безопасными. И что касается досуга, понятно, что очень насыщенная программа по сменам, но все-таки это же не все время займет. Невозможно с утра до ночи сидеть, слушать экспертов. Программа форума у нас включает не только образовательную часть, она включает в себя и культурно-досуговые мероприятия. У нас в этом году на форуме пройдет ряд окружных фестивалей. Это окружной фестиваль танцев, это окружной экологический фестиваль Экофест в рамках Года экологии, это фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», это тематические дни, то есть у участников будет День спорта и здоровья, в течение которого они будут освобождены от своей основной образовательной программы и будут ходить по площадкам физкультурно-спортивной направленности, соответственно, оздоравливаться. Будет День старта Кубка Конфедерации, когда пройдет товарищеский футбольный матч между участниками городов-организаторов чемпионата мира в 2018 году. Будет День памяти и скорби 22 июня, когда пройдет Телемост с Брестом, когда пройдет реконструкция Великой Отечественной войны, весь день такой будет насыщенный памятными мероприятиями, пройдет День науки, День молодежи, День трудоустройства молодежи, то есть каждый день помимо образовательной программы он несет в себе еще тематическую нагрузку. Да, очень интересно. Скажите, вот эта группа, которая разрабатывает вот это все, тематику, дни, досуг и так далее, она из скольких человек состоит? Дирекция форума, руководители смены, руководители служб, мои заместители, это 23 человека. Но, конечно же, мы здесь не обходимся без помощи старших коллег, представителей правительства Самарской области, аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации. Конечно же, они нам тоже помогают разрабатывать программы, помогают советами. К слову, в этом году пройдет юбилейный форум, он у нас отличается некоторыми аспектами. Например, в этом году пройдет серия мастер-классов по парашютному спорту, серия мастер-классов по подводному спорту. У нас будет заключительный концерт с участием хедлайнера. Ну и, конечно же, приятные бонусы для всех участников форума. На юбилей принято дарить подарки, поэтому никто с поляны не уедет без подарков. Да, очень интересно. Максим, а как долго вы являетесь участником? Пока до руководителя смены не дошли, вы с чего начинали? Здесь важно, что понимать. В этом году был конкурсный отбор на каждую позицию в форуме. И я пришел, потому что занимаюсь молодежным парламентаризмом. Председателя общественного молодежного парламента. То есть это должность тоже выборная, да, руководитель смены получается? Да, конечно. Создана конкурсная комиссия из представителей органов исполнительной власти, законодательной власти. И на каждую позицию мы представляли свою программу, образовательную программу, различные наши, скажем так, по-молодежному фишки, которые пройдут. И уже комиссия определяла. И вы какую фишку представили, что вас сразу выбрали руководителем смены? Выборы посла Чемпионата мира. Вот интересно. Вот вы сказали, в 2016 году выборы были на Иволгу, да, вот на эту, представителя. А здесь, да, хорошая идея на самом деле. Потому что мы уже знаем нескольких послов так называемых. А здесь будет еще от молодежи он такой же статус будет, как вот... Конечно, конечно. А уже... А кто может быть кандидатом? Любой участник нашего форума. А когда начнут заявки принимать? Или уже есть претенденты? Нет, с самого первого дня, с самого первого дня, когда начнет работать наша избирательная комиссия Иволги, со всеми участниками пройдет собрание и будет подробно рассказано о процедуре выборов. А критерии какие? Вот кто будет выбран? Потому что столько молодежи, интересный. Есть у вас уже какие-то определенные критерии? Это открытые выборы. Съедется молодежь с всего... Голосование? Открытое голосование. Среди участников приедет самая активная молодежь Приворского федерального округа. Мы даже не представляем, с какой сменой эти будут люди. Это может же быть ребята, которые приехали на спортивную смену. Может быть, ребята, которые занимаются политической деятельностью. Да, вот интересно будет. А может быть и предприниматели, да. Ну, он обязательно должен быть, этот молодой человек, из нашей области все-таки? Нет. Не обязательно должен? Из-за округа Приворского федерального. Ну так у нас же чемпионат мира, у нас же будет происходить. Нет, у нас нет. Во всем Приворском федеральном округе. Казань. Мы же в Сафаре должны своего как-то выбрать. Казань, Нижний Новгород. У нас будет окружной посол. А, понятно. Ну тогда ладно. Скажите, пожалуйста, вот про суммы вы так умолчали, но все-таки, я думаю, что мы в материальном мире живем. И интересно знать суммы вот этих грантов, так скажем, победителей. Какие они? Ну, в каких пределах, может быть? В этом году грантовый фонд составляет у нас 11 миллионов рублей, 8 миллионов рублей, это российские смены 8, то есть на каждую смену по 1 миллиону. Делим на 5 участников, на 5 победителей, это средства от 150 до 300 тысяч рублей. И 3 миллиона отдельно по федеральной смене инновации экология. Там уже как участники представить свой проект. Понятно. А вы, Кристина, как долго уже являетесь участником до того, как встали директором? С самого основания форума с 2013 года была в составе дирекции, правда, в качестве руководителя спортивной смены. И вот уже к 2017 году дошла в качестве директора форума. Да, ну вот это, я не знаю, такие нужны очень организаторские, хорошие способности, иметь ответственность. Как вам вот в этой роли? Это будет первый форум под вашим руководством. Что входит в ваши основные задачи? Как вы с этим справляетесь? Вот что чувствуете, может быть? Волнуетесь или не очень? Чувство ответственности большую, потому что форум юбилейный, форум под патронажем полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. Он будет, да? Михаил Викторович Бабич, планируется его участие, конечно. Очень много мероприятий федерального уровня, много мероприятий окружного уровня. Конечно же, здесь наша задача максимально эффективно провести и так, чтобы участникам понравилось. Тем более, что у нас в этом году нам не очень повезло с погодными условиями. Мы будем надеяться, что нормализуется погода к этому времени. Хотя, вот уже скажу, что по прогнозам июнь будет холоднее на один градус, чем в прежние годы. Но на самом деле, я как уже говорила, с 2013 года в составе дирекции мы пережили вместе с дирекцией все. что в 2014 год дожди проливные ежедневные, в 2015 год аномальная жара. Таким образом, мы готовы в этом году ко всему. Поэтому ждем только участников. Какую информацию вам хотелось бы сообщить дополнительно для тех, кто захочет стать гостем, пусть и виртуальным? Для тех, кто захочет стать гостем. Иволгафорум.ру, наш официальный сайт с 14 июня. Перейдя по этой ссылке, можно получить тот уникальный контент, который получают участники форума. Что касается участников форума, обязательно с собой брать теплые вещи, галоши, дождевики, брать хорошее настроение, свои проекты и вперед к нам на поляну. Какие остались у вас впечатления, может быть, самые сильные и яркие от прошедших форумов? Что сегодня вспоминается до этого момента? Что было самым интересным? Максим, для вас лично. Общение с участниками, конечно же, прямое общение с гостями. Вот именно, вот общение, это самое ценное, да, вот лично для вас получилось? Ну и для многих других, наверное. А для вас, Кристина, что? Может, я конкретно с кем-то, вот общение не обязательно, вот просто общение. Просто общение, конечно, это прекрасно. У нас в 2015 году к нам приезжал Карелин Александр Александрович. И, конечно же, он с участниками общался часа три, они его просто не отпускали. Вот, слушая его диалог, когда он подходил с философской точки зрения, очень широко, открыто общался с участниками, я очередной раз убедилась, что все-таки хороший спортсмен – это умный спортсмен. Также Журова Светлана Сергеевна традиционно приезжает к нам на форум, который рассказывает о развитии спорта не со стороны столицы, и столичных реалий, а со стороны глубинки. То есть углубляется в проблематику регионов, приводит на примере, как прорешиваются вопросы на уровне Государственной Думы. Поэтому, конечно же, каждый участник, общаясь с почетным гостем, может для себя много открыть. Ну, в общем, тоже общение. Получается, что самое ценное все-таки это общение. А аналоги есть вот таких форумов по России в других округах или нет? Конечно. С 2013 года в каждом округе, в каждом федеральном округе проходят такие же окружные площадки. Почему-то мне казалось, что у нас, что мы, как говорится, пионеры в этом деле. Нет, есть такой. И опыт уже есть. Но у нас самый масштабный, самый посещаемый форум. Поэтому в этой части мы, конечно, впереди планеты всей. Да. А за счет чего? Вот если проанализировать все-таки, почему так получается, что мы вот притягиваем больше участников? Активная молодежь, активный округ, интересная программа. Наверное, все-таки организационные вопросы тоже, да? Конечно. Что хорошая организация, это тоже очень важно. Да. Максим, у вас какие ожидания от предстоящего форума? А вообще у вас есть политические амбиции лично у вас? Раз вы уж так этой темой занялись. Ну, мне интересно организационное аппаратное управление этими всеми моментами. Вы знаете, уже сейчас идут организационные собрания, вот буквально каждый день. И атмосфера форума, она уже чувствуется. Потому что вот шестое собрание, который именно с будущим участниками ее посещал, какие ребята задают вопросы, они уже создают виртуальное сообщество, общаются, кто с кем будет жить, встречаются, знакомятся. Уже скорее бы наш форум наступил, и хочется уже быстрее и быстрее туда. Когда, да. Ну, это очень замечательно. Вообще есть такое утверждение, что, допустим, школы, институты, другие учебные заведения – это зоны свободные от политики. Вот как вы на это посмотрите? А получается все-таки, что молодежь заинтересована? Вот вы за это, чтобы все-таки учебные институты были свободны? Смотря что мы вкладываем в понятие политика. Ведь политика – это не всегда политические партии и непосредственно выборы. Вот я уже сказал. Вот это вот будет обсуждаться? Ну, хотя бы вот в каких-то… Насколько молодежь должна быть к политике близка? Конечно, это одно из направлений. Это просто одно из направлений. Но кроме этого, есть вопросы государственной национальной политики. Ну да, это касается всех. Это касается всех, и учитывая сегодняшние реалии сверху. Да, ну и, Кристина, ваше заключительное слово, может быть, пожелание, потому что у нас буквально 30 секунд остается, вы можете вот в эту камеру зрителям что-то сказать, которые приедут и будут следить. Дорогие участники, мы ждем вас на нашей площадке проведения молодежного форума в Приборском федеральном округе 14 июня. Все, спасибо большое. Берите с собой теплые вещи и хорошее настроение. Спасибо огромное за информацию. Всего хорошего, хорошего настроения. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова